Холм Тунку Живописный район Куала-Лумпура – настоящий рай для глаз. Лес и охраняемые деревья украшают дорогу с обеих сторон. Когда-то давно это было святым местом для влюбленных, чтобы ночами напролет говорить о любви. Здесь вы найдете уникальные здания в западном стиле, которые представляют собой резиденции богатых жителей, включая высокопоставленных чиновников. Погружаясь в историю этого удивительного места, необходимо отметить, что здесь жил и покойный правитель страны Тунку Абдул-Рахман, отчего холм и получил свое название. Но есть и другая, темная история этого неповторимого уголка земли. Когда-то здесь влюбленные сходились, чтобы поговорить о любви в этом священном месте. А теперь на этот холм приходят любители эзотерики и оккультизма, для того, чтобы связаться с мстительным призраком, который, согласно городской легенде, бродит вдоль дороги. Разумеется, сегодня речь пойдет не о призраках. Мы поговорим об истории, которая положила начало этой легенде. Днем 8 июля 1993 года газонокосильщик наткнулся на два черных полиэтиленовых пакета, когда убирал траву вдоль дороги к горе Тунку. Думаю, каждый из нас представляет, что такое трупный запах. Мужчина на свой страх и риск решил открыть один пакет и убедиться, что ему показалось. Но в черном пакете находилась человеческая рука, разрубленная на две части в районе предплечья. Газонокосильщик настолько испугался, что побросал все инструменты и побежал к ближайшему таксофону, откуда и позвонил в полицию. Мужчина прокричал в трубку обрывистые фразы. «Тут пакет, труп, газонокосилка, холм Тунку!» Диспетчер так и не понял до конца, что говорил взволнованный мужчина и просто вызвал наряд полиции, так как решил, что звонивший убил кого-то газонокосилкой. Когда офицеры прибыли на место происшествия, то обнаружили до смерти перепуганного мужчину рядом с двумя черными пакетами. Обнаружить расчлененный труп в аристократическом жилом районе – событие из ряда вон выходящее. На место происшествия прибыл руководитель уголовного розыска помощник суперинтенданта Хасан и начальник полиции участка Сентул-Югоу, в сопровождении начальника отдела по расследованию тяжких преступлений. За два часа правоохранители нашли еще пять пакетов, разбросанных вдоль обочины дороги. Были обнаружены две руки, одна целая нога, разрубленная пополам, и отдельно голень, а также часть торса от нижней части живота до половых органов и отдельный пакет с некоторыми органами и кусками плоти. Но этот человеческий кровавый пазл был неполным, все еще не хватало головы, части ноги и туловища. Первичный анализ показал, что труп принадлежал молодой женщине лет 20-25. Разрезы были ровными и аккуратными. А перед тем, как завернуть части тела в пакеты, убийца тщательно их вымыл, вероятно, даже замачивал в воде или разделывал прямо в ванной. Безумный потрошитель продумал все до мелочей. Детективы не смогли установить личность погибшей из-за отсутствия головы, и поскольку имя убито неизвестно, тяжело было сдвинуться с мертвой точки. Кем была эта молодая женщина? Почему ее жизнь была оборвана так жестоко? Вопросы без ответов оставляли ощущение жуткой загадки. После трех дней безрезультативных поисков информации о пропавших женщинах, полицейские снова вернулись на место происшествия. Недалеко от первоначальной находки, в таких же черных пакетах, детективы наконец обнаружили голову и недостающие части тела. Каким образом эти пакеты могли оказаться здесь, после того, как полиция уже осмотрела местность? Невнимательность? Или убийца возвращался на холм Тунку? Когда судебный медицинский эксперт сложился части тела на столе, не осталось сомнений, что они принадлежат одному человеку. Но вновь возникла проблема – разложение. Из-за влажности голова находилась в ужасающем состоянии. В сети гуляют фотографии без цензуры, я скину оригинал в Телеграм, иначе Ютюб не пропустит это видео. Примерный портрет убитой помог составить уличный художник, который четыре часа провел в морге, изучая структуру черепа. По словам художника, с тех пор этот труп ему снится каждую ночь, а еще с того дня он стал вегетарианцем. Наконец, в газетах опубликовали все характеристики жертвы. Маникюр, цвет волос и съемный зубной протез. Но главное – прикрепили примерный портрет женщины и фотографию на единой голени и головы, без какой-либо цензуры, надеясь привлечь внимание семье погибшей. С 1993 года эта статья была признана самой отвратительной и пугающей. Люди жаловались, что после увиденных снимков им снились кошмары. Полиция неустанно прилагала усилия по расследованию. Помимо публикации в газетах фотографии жертвы, они также обращались за помощью к дантистам и проверяли дела пропавших девушек. Можно сказать, испробовали все возможные методы. И усилия полиции не прошли даром. Один мужчина, увидев сводки новостей, позвонил в полицию и сообщил, что пропала женщина, которая снимала у него жилье. Детективы тут же отправились по указанному адресу и провели обыск квартиры. Там жила певица со сценическим именем A Little Red. 30-летняя женщина работала в своем кароаке-баре, а ранее снималась в фильмах для взрослых. Ее настоящее имя – Цай Ю Си или Йи И Хун. Но для удобства будем называть ее красной, ведь именно так ее именовали полицейские в отчетах. Офицеры полиции связались с родственниками предполагаемой жертвы, и 20 июля было организовано опознание трупа в морге. На опознание явилась сестра пропавшей – Цай Синди. Она также работала в кароаке-баре, но только на кассе. Хотя тело было в отвратительном состоянии, Цай Синди без доли сомнения подтвердила, что труп принадлежал ее сестре. Вы удивитесь, но личность погибшей удалось определить по лобковым волосам. Эта деталь не упоминалась в газетах. Но, как оказалось, у найденного трупа была интимная стрижка – довольно редкое явление в Китае на то время. Красная использовала стрижку в зоне бикини в качестве своей фишки еще с тех времен, когда снималась в порнофильмах. Сейчас у нее двое сыновей от первого брака, но дети временно находятся в интернате. Красная не могла забрать их из-за плотного графика. Она постоянно выступала в клубах, на свадьбах и других мероприятиях, шила костюмы на заказ. Все заработанные деньги Красная отправляла детям, которых навещала каждые выходные или, когда выдавалась, свободная минутка. К тому же недавно она открыла вместе с сестрой караоке-бар, в котором пропадала днями и ночами. Красная не так давно записала музыкальный альбом, мечтала выйти замуж и забрать детей из приюта. 10 июля Цай Синди нашла в почтовом ящике записку, оставленную ее сестрой. В ней говорилось о том, что она вместе с друзьями отправилась в Пенанг и вернется только через 10 дней. Это показалось подозрительным Цай Синди, ведь Красная уже некоторое время не появлялась дома, не заходила в караоке-бар, а главное, не звонила и не навещала сыновей. Кроме того, записка была написана небрежной с ошибками. Цай Синди, как только опознала тело сестры, передала записку офицерам и поделилась своими предположениями о том, что могло произойти. Красная, чтобы улучшить навыки вокала, посещала преподавателя по имени Ян Вэйшен. Ян родом из Сингапура, ранее изучал теологию и служил миссионером. Позже стал давать частные уроки фортепиано и вокала, таким образом и познакомился с Красной. Красная посещала только приют, бар и учителя, с которым, по подозрению сестры, у нее завязался роман. Детективы изучили досье Яна Вэйшена и выяснили, что за два месяца до убийства Красной мужчина женился на другой женщине. Узнав о любовном треугольнике, полиция решила допросить подозреваемого в участке. На допросе Ян признался, что у него были близкие отношения с погибшей. Разобрать то, что говорил задержанный, было тяжело, ведь он плохо говорил по-китайски. Ян выглядел добрым, мягким человеком. Говорил спокойно, и казалось, он действительно скорбит по погибшей. В конце допроса Ян протянул офицерам записку, которую Красная оставила у него в почтовом ящике. В ней также говорилось, что она вместе с друзьями отправилась в Пинанг и вернется только через десять дней, и обещала позвонить по прибытию. Точно такую же записку, как вы помните, Цай Синди, сестра жертвы, нашла в своем почтовом ящике. Однако, как только задержанный предоставил записку, сержант заподозрил неладное и спросил. Погодите. Эту записку Красная оставила у вас в почтовом ящике, да? Да. А вы прочитали ее? Да. А как вы прочитали записку, если вы толком не знаете китайский язык? И тут Ян Вейшен сломался. Пытался выкрутиться, но, видимо, не был готов к такому вопросу. И пока Ян давал признательные показания, полиция отправилась в роскошный кондоминиум, расположенный недалеко от площади Мэйда, примерно в одном километре от холма Тунку, где было брошено тело для поиска соответствующих улик. В доме была найдена одежда, убитая также ее сумка. Также офицеры задержали его беременную жену и свекровь. Показания Яна. Нас познакомил общий друг. Она сразу сказала, что работает певицей, и у нее двое детей. Красная была одержима мной. Грустила, когда мы не виделись, и постоянно звонила. Иногда даже угрожала покончить с собой. Я никогда ее не любил. Только из-за сострадания продолжал с ней встречаться. В день происшествия я заехал за ней на заправку напротив ее дома. Красная находилась в взволнованном состоянии. Там через дорогу был отель, куда мы отправились, чтобы повеселиться. Потом Красная сказала, что сегодня вечером хочет снова со мной встретиться, так как надо записать пару видео. На тот момент моя беременная жена уехала с Римбан, и дома никого не было. Поэтому мы отправились ко мне. Красная не отлипала от меня. Требовала заняться с ней сексом. Я не хотел. Тогда она отправилась в душ, а затем вышла без полотенца и ходила голой передо мной. Эта чертовка специально меня соблазняла, и я занялся с ней сексом на диване против своей воли. Я устал от этого обмана. Обманывать себя, мою жену. И сразу после секса сказал, что мы расстаемся. Сказал, не хочу тебя больше видеть, убирайся отсюда. Красная разозлилась. Я не знаю почему. Она ходила по дому, обзывала меня обманщиком, оскорбляла мою жену. Я не мог этого терпеть. Я хотел дать ей пощечину, но сдержался. Затем я пытался ее игнорировать. Включил телевизор, надеясь успокоить ее волнение. Неожиданно раздался крик. Обернувшись, я увидел, как красная бежит на меня с ножом. Первым же ударом она порезала мне пальцы. Мы боролись. Я схватил красную за руку и потащил в ванную. Она кувыркалась, задевала ногами мебель, а свободной рукой продолжала махать ножом. Внезапно уже у ванной красная вырвалась и снова напала. Я не хотел с ней драться. Я оттолкнул ее. Затем схватил за руку, но, не знаю как, во время борьбы лезвие вонзилось ей в грудь. Красная упала на кафель и последними ее словами было «Как ты посмел меня убить?». Она умирала долго. Около получаса. Лежала там в ванной, дергалась и пыталась что-то сказать. Наверняка очередные проклятия. Придя в себя, я запаниковал. Помыл руки. В голове крутилось много мыслей. Раздумывал, звонит ли в полицию. Я знал, что красная умерла, поэтому смысла обращаться в полицию не видел. Я думал, меня попросту арестуют, ведь никто не поверит, что она убила себя сама. Когда я стою около тела по шею в крови, а труп в моем доме. В панике я подумал об утилизации тела. Только разрезав его на мелкие кусочки, можно от него избавиться. Я не знал, я не знал, с чего начать. Не каждый день ты убиваешь человека. Я взял мясницкий нож и принялся отделять конечности. И разделил ее на 11 частей. После этого я разрезал 11 сегментов на более мелкие фрагменты для удобства утилизации. Я чувствовал себя виноватым и грязным. Я пошел на кухню за пакетами и газетами. Разделил ее конечности на 4 или 5 пакетов и поставил их у двери. После уборки дома в 20.30 я отправился к холму Тунку. Там, остановившись у обочины, выкинул пару пакетов. Недалеко от меня остановился какой-то водитель. Я испугался, сел в машину и уехал. А остальные пакеты выбросил прямо из окна. Вернувшись домой, я сжег несколько документов, которые нашел в сумке красной. А пепел смыл в унитаз. Украшение положил себе в карман. А одежду и сумку спрятал. Эта ночь была очень длинной и очень грустной. Когда стало известно, что офицеры нашли труп, я написал две записки при помощи супруги. Одну кинул в почтовый ящик сестры красной. А другую оставил себе. На случай, если полицейские придут с допросом. Других показаний не было. Это странно, ведь сестра убита и знала о ее интимной стрижке, но не знала толком ничего об отношениях с Яном Вэйшеном. Изначально, когда мужчину только арестовали, ему грозила смертная казнь. Но после этих показаний его приговорили к 12 годам лишения свободы. Во время задержания он улыбался и не чувствовал ни капли вины. Ян Вэйшен обещал красной жениться, но взял в жены другую женщину, которая от него забеременела. Пользовался красной как куклой, когда супруги не было дома, а затем убил. Красная, наконец, исполнила свою мечту. Открыла кароакий бар. Записала альбомы в ближайшем времени. Планировала забрать детей. Жизнь, наконец, начала налаживаться. И, учитывая то, что она была привлекательной, не думая, что у нее был дефицит мужского внимания. На суде красную выставили психопаткой. Была она таковой или нет, мы не знаем. Как и не знаем, что на самом деле произошло той ужасной ночи. Как только Ян оказался за решеткой, его бросила супруга, а позже у нее случился выкидыш. В 2000 году Ян Вэйшен вышел из тюрьмы досрочно. Его родители переехали из Серимбана в Пираг. Он вернулся к ним и начал новую жизнь инкугнито. Есть информация, что Ян женился повторно, работает пастором и мало кто знает о его прошлом. Благодарю вас за просмотр. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравился ролик, то отблагодарите автора лайком или комментарием. Буду признательна за любую активность.